ну чё поговорим по-русски про перевозки вот тут у нас UPS видите дофига этих самых курьерные компании стоят они часто используют то что мы называем truck stop для смены трейлеров то есть один чувак бросает сдвоенный трейлер а это второй уже ждет то есть они меняют эти трейлеры полуприцепы ну что я давно конечно не записывал ничего по-русски привет это сергей драчев компания сергей драчев heavyhall и один парень написал что мол у него с английским проблемы а он сам я так понимаю тоже этим занимается ему интересно чтобы я поговорил про оборудование которое я использую я подумал что это может быть будет интересно другим людям ну во первых сначала пару таких предупреждений я вожу грузовики с пятого года здесь но в россии я никогда не занимался по образованию я учитель английского и это у меня была мечта идиота стать шофером в россии но я уехал в канаду в девяносто седьмом правильно 17 до 20 лет уже здесь в девяносто седьмом уехал и там я был риэлтором то есть брокером по недвижимости я был агентом по страхованию я был агентом по продаже рекла рекламы я был проводником на железной дороге сколько теток было блин была не работа а мечта но это ладно это как-то про это поговорим другое время чтобы маленьких детей не обижать вот а водителям да и потом я работал учителем в школе и так далее а водителям как как я не старался но как-то так у меня не получилось не взяли меня не в таксисты я помню все прорывался по тип таксисты не да даже пошел в такси там как сейчас помню я вырос в кировограде хотя сам русский да и так самоторном парке мужик на меня смотрит и говорит а у меня это было бы в то время как называлась то есть без права работы по найму права да которая с большим трудом получил по раз метама выкидывали то есть меня с вождением меня плохие были вот навыки мне тяжело это давалось всегда так я даже такси помню мужик говорит а сколько у тебя стажа на грузовике я говорю так какой какой грузовики я только на папиной машине только катался а вот это чё говорит тут к нам люди идут вон у них по крайней мере и горит иди получи этот как это называется c до класс c был то есть на болоте в даса автом и так далее получать конкретные права идти на грузовик я посмотрел на все эти грузовики вот эти русские да ну там зил мне нравился ну конечно все такое конечно некомфортабельное дороги плохие в общем как то так мне не хватило мужества пойти но не хотел уже совсем бросать хотя я уже чуть я институт чуть не бросил на четвертом курсе уже все набрал этих книжек как стать водителем игры у меня мечта это было вот я не знаю почему или из-за того что мне отец был военный летчик но у меня с детства все мои мечты были вы знаете там кто-то мечтает там быть пожарником там космонавтом у меня все было про транспорт я сейчас помню у меня было три цели это либо стать машинистом на железной дороге либо стать летчиком либо шофером дальнобойщиком обязательно не просто нам по городу там автобус водить то есть у меня вот это было три но на железную дорогу меня не взяли в летчики меня не взяли у меня один глаз был 90 процентов 09 с детства что вполне нормально а вот в армии говорили что что интересно вот если пойти в эту ну в летную школу вот ну там офицера до учиться на выпуске как ты выпускаешься когда тебе дают диплом уже пилота там инженера до в то время это был как бы сдвоенное образование инженер и пилот так когда тебе дают уже диплом тебе разрешается иметь 09 на одном глазе а когда вот тебя принимают нельзя я уже все там я уже столько все это перечитал но отец на истребителях летал то есть это для меня была жизнь я все уже знал про эти самолеты в кабине меня отец водил там это в канатова военный аэродром и в кабине сидел там этот миг-21 в общем это конечно для пацана молодого это на такое смотреть вблизи когда ты у тебя еще отец летает он тебе все эти истории рассказывать но вот не получилось не взяли и потом пошел я машине пойти пошел в машинисты в птву а пошел на проводника поступать как сейчас помню это было днепропетровская днепропетровская птву там на украине они давали общагу все это там отонулся ребята ну вот хочу на проводника учиться это она была год учиться уже после армии после института я конечно они тогда на это немного как бы говорится хмурились то есть это не нравилось людям когда но по бюрократам не нравилось поскольку образование же у нас было бесплатное да то есть как бы говорили что ой мы тебе уже институтское образование дали ты еще хочешь сетить бесплатно на птву и плюс они тебе стипендию платят ну так обычно люди делали то есть я хочу работать можно было пойти учеником на железной дороге тебя прямо обучают но я кто хотел так я люблю учиться до люблю сидеть за парты и пошел такие годичная программа тебя дают стипендию там 70 рублей как сейчас помню больше чем институте в институте было 40 рублей в месяц тут 70 почему нет как бы война я пошел она как я вспомнила но на тетка этом мы сейчас подойдем к теме я извините за что я немного тут ушел так короче я как сейчас помню иду на проводника потому что я знаю что на машиниста меня не возьмут из-за зрения то есть я никогда очки не носил все нормально вижу отлично но вот как бы выше головы не прыгнет что называется вот с детства у меня такой дефект полный левый глаз или правый хрен знаю по-моему левой липнуть чем неважно один глаз и иду заполнять заявление говорю дайте мне пожалуйста заявление на проводника пассажирских вагонов поездов дальнего следования тетка говорит ну такой молодой красивый парень ну я молодой был конечно симпатичный все волосы все были сейчас конечно никто на меня не смотрит но тетка говорит ночью такой молодой красивый пойдешь туалет и будешь чистить иди на машиниста я говорю блин ну короче на машиниста же не возьму ну попробуй чё ты ну чё ты будешь там знаешь там эта грязь сам чистить короче наложила на мою мечту проводник быть проводником давай на машиниста и короче я пошел про проходить комиссию и пошел думаю сразу пойду глазнику уже сразу чтобы он мне сказал нет так не чтобы не тратить время иду туда а у него перерыв на обед вот блин это сколько лет было назад я до сих пор помню это был какой-то год был после армия пришел 84 это где-то я пошел работать в школу варшанку учителем короче это где-то был 86 год это блин 30 лет назад я до сих пор помню поскольку это меня так задело короче иду и но мечта же было то есть машинистом работать если мне уже в летчики не взяли второе как бы общий нам быть и опция номер два для меня было это машинист это тоже у меня было это была мечта детства понимаешь я ходил на железную дорогу на велосипеде ездил когда был пацаном вот чисто смотреть на поезда вот вы не поверите я сейчас вспоминаю мы с мужиками с пацанами ездили либо на велосипеде на ну на автостраду ездили смотреть на грузовики у нас вот чисто мечтали когда мы вырастим будем водить грузовики второй вариант был я садился на велосипед и ехал на станцию кировоград от меня где-то три километра и мы см и смотрел на как формирует поезда вот эти вот составы да и поэтому машинистом ну и короче этот зараза глазник у него перерыв на обед и я пошел всех остальных проходить короче всех прошел все нормально давление там все ну там все остальное да все проверяет все классно говорят ну чё у тебя там еще остался ну вот глазник остался а ну давай иди и тут как этому глазнику ну блин уже зла не хватает уже все прошел да то есть у меня уже я знал что не пройду но у меня это тетка меня который говорит туалеты чистить зачем тебе она меня подняла как бы ну дала мне знаешь как это самое надежду а это конечно хуже нет когда тебе уже знаешь что не получится а тебе кто то отчет и там в общем блин никогда нельзя людей слушать вот почему я у себя там психу иногда на канале по-английски когда мне начинают совета все давать вот поубивал бы конкретно понимаешь что ты мне даешь советы я занимаюсь вот этим этой работой профессионально иди открывай свой канал и давай советы ну и короче это мужик первого дела меня сразу поворачивает этот глазник поворачивает меня к двери ну давай читай там третий ряд пятый ряд о но то есть то есть я читаю одним глазом все нормально вторым глазом почти нормально ну говорю 90 процентов он говорит ну чё я ничего сделать не могу ягра что то может можно придумать он говорит да ты что меня грязи в тюрьму посадят ты там если где-то случайно попадешь попадешь в аварию там какой-то катастрофа горит и они начнут поднимать бумаги узнаешь у тебя 90 процентов было зрение ну короче никакие даже в то время там нельзя было ничего сделать то есть конкретно вот такой факт ну и вот и как-то да иду я обратно даю бумаги этой дуре там этой в приемной комиссии я горюну не взяли я же вам говорил ну так иди на проводника я горю то есть теперь иди на проводника туалеты чистить показала и палец короче беру я пошел и так вот я не стал не проводником но этим прониковой потом стал другой училище пошел не машинистом но вот я говорю всегда у меня была тяга вот именно к перевозкам и но поскольку я никогда не работал на этом деле там да то есть я книжки читал все то есть у меня вот то что я сейчас буду называть я буду ходить вокруг грузовика им называть какие-то детали у меня все это идет отсюда поскольку я здесь у меня английский да я не работаю с русскими людьми у меня все брокеры по грузам американцы канадцы у меня отправитель американцы канадцы все по-английски поэтому все термины все бумаги поэтому я что-то могу неправильно называть вот могу сразу сказать например здесь мы этот железяка на которую цепляется трейлер да как мы его называем по-английски трейлер его не называем трал мы его не называем иногда люди говорят прицеп но прицеп вот кстати хотел показать вот очень хорошая будет иллюстрация технически да что такое прицеп вот у этого мужика fedex да вот этот грузовик здесь у него два у него два сзади транспортных средств а вот этот задний это прицеп почему потому что у меня свои колеса вообще-то нет стоп мнение это тоже полуприцеп вот это вот ось посередине это у него лишняя то что называется долл то есть как бы это такая мобильная седловина то есть вот эти все у него полуприцепы да а прицеп это когда у него есть оси впереди и сзади у нас такие только здесь если увидишь это эти как они по-английски называется дамп дамп чак дамп чак то есть самосвал так вот эти вот самосвалы они часто это наверное зависит от закона в разных штатах они таскают не просто вот скажем как сидельный тягач и полуприцеп скажем как у меня дали какой-то у мужика вот fedex курьерная компания а у них 2 еще сзади настоящий прицеп со своими колесами и так далее у него вот это конечно сцепка у него очень длинная всегда вот эта железяка такая массивная там а у нас здесь самый самый распространенный способ это именно вот тягач седельный да то есть седло и я помню на мой один русский парень который работал шофером там в россии он смеялся когда говорю 5 колесо он говорит ну блин какое пятое колесо но я говорю ну у нас это все называется fifth wheel пятое колесо это идет с тех времен когда у грузовиков было все четыре колеса и поэтому эту седловину седло куда цепляется трейлер называли все называли пятым колесом и потом у меня термина вот которые я которым я привык здесь из-за того что я в россии никогда ими не пользовался поэтому как бы вы извините но у меня все с американским наклоном но с другой стороны я тоже не люблю коверкать русский язык если я знаю правильный термин вот например этот парень в послании спрашивают расскажи про свой тралла но во первых тралл это рыболовный термин тралл это от английского слова troll это такая как сита которая тянут сзади за кораблем у нас это вот это если правильный термин трейлер по-английски да trailer trailer а если уже говорить техническим языком по-русски это полуприцеп ну или сократить прицеп прицеп но я говорю трейлер здесь когда по-русски говорю потому что как бы вот как я опять хочу объяснить что здесь очень многие у меня термины это идут с английского поэтому вот такое есть естественно все несмотря на то что я вырос в россии я уже забыл здесь когда я использовал килограммы и тонны здесь если кто говорит тонна это обычно то что за империал там этот это ними не метрик там не метрическая тонна не тысячу килограмм а это меньше и вот этот парень спрашивал про вес вот я с собой ношу мне очень они очень часто пригождаются стоят у на воде говорят на украине вот я себе такие сделал старый мой 45 880 сейчас мы тут разберемся так вот это мой грузовик вот он спрашивал вес это все фунтах естественно надо делить на надо делить на 2 и 2 солнце еще так вот так что видно так вот 22940 фунтов это вес моего грузовика пустой без прицепа с полным топливом то есть 12640 фунтов это передняя ось 10 800 за ось 2 и ось 3 это я так тут переводил примерно килограмм это где-то надо делить на 2 и 2 короче это вот у меня там где палец это вот стук где вову 10 10 тысяч 450 килограмм то есть 10 и 4 тонны так это у нас грузовичок до пустой но во первых у меня тяжелый почему потому что рама у меня не сдвоенная но у меня четыре оси сейчас покажу до 4 оси это ось дополнительно это пушу акса которая поднимается опускается вот для нее здесь это ее controls как она управляется это давление могу менять это на вверх вниз могу и опустить поднял новое сейчас конечно все они хотят правительство требует чтобы новые такие вот они автоматические и они поворачиваются то есть они стира был то что называется тогда их не надо поднимать а здесь не на постоянно эту кнопку жать вот сейчас у меня тяжелый груз от 80 тысяч фунтов это сколько где-то на 37 тонн если я иду на поворот я всегда ее поднимаю вот я жму и она поднимается иначе все начинает идти юзом так а вот это у нас сейчас посмотрю правильно это у меня это у меня вот это мой вес это с трейлером страху на баллон трава это с прицепом но без оси то есть у меня же еще есть это флейп аксел как называется дополнительная 8 вот это вот 45 880 фунтов то есть 46 тысяч грубо говоря фунтов это мой грузовик с полным топливом и вот этим моим лобой трейлера специальным трейлером да короче вот 45 900 скажем 45 900 45 900 так хорош мне там слать почту по двадцать тысяч 863 килограмма это значит четырехосный тягач и трехосный требует так это сюда и следующее я сделал это гердя их собой постоянно таска я потом всегда знаю какой у меня вес груза потому что я скажем иду вот еще один у меня последний это когда уже моя флэп аксел моя четвертая ось на трейлере висит на нем то есть либо сверху либо внизу 49 040 значит сейчас посчитаю 40 это фунты делим на 2 и 2 у нас получается 22 тысячи 290 килограмм это восьмиосный значит аппарат так его назовем ну а теперь пойдем поговорим про сам про сам про сам про саму технику так ничего не есть тут между себя не это самое нет не закрыть еще людям делать нечего короче вот такие у меня оси до 4 оси значит здесь у меня стоит серьезная резина здесь у меня ось четырнадцать тысяч шестьсот фунтов то есть она обычная 12 тысяч куда у меня 4 600 поэтому шины стоят 12 дюймов это мой дэв я забыл как он называется по-русски на короче это надо по закону это очищает выхлоп баки вот такие у меня д-образно это новый дизайн они мне очень нравится потому что можно больше налить в них они больше полезной емкости вот и горловина вверху они сбоку не здесь всего 117 галлонов или 443 литра но конечно столько никогда не зальешь я не знаю даже с таким с таким дизайном все равно там очень много пропадает место и вот это моя это пущу аксу то что называется до которого идет вверх вниз у меня четыре колеса не поворачивается у него свои этих самых амортизаторов у нее нет есть только эти да это мой как у нас называется питье а у кого тейков то есть это шланги идут к сцеплению там такой моторчик и он дает давление в эти шланги и этот гусеник этот трейлера управляется давлением от гидравлики короче гидравлика это бак у меня маленький такой да так вот этом у нас называется я не такой правильный по-русски термина короче это как шейка гусеник так стоп откуда ветер гусеник и вот сейчас у меня это седловина пятое колесо я передвинул полностью вперед у меня вот на следующем грузовике конечно сделал подлиннее вот эти вот рельсы а вот я сейчас дальше не могу идти вот сюда а я всегда так делаю когда у меня тяжелый груз я этот этот пен то что называется который снова зацепляется за седловину как он называется по-русски хрен его знает короче я вот так ставлю чтобы он был прямо по центру моей моей передней оси как бы тогда получается у меня вес очень красиво распределяется у меня все нормально ничего не перевешено а вот это у нас называется вот если считать отсюда досюда это называется swing radius то есть swing это мах радиус поворота так вот здесь вот самый популярный это это 102 дюйма я тут даже где-то переводил сейчас посмотрим сантиметра 102 это два метра пятьдесят девять сантиметров это конечно недостаточно для того чтобы цеплять отдельные оси здесь эти джипы джип отдельный нельзя цеплять надо делать более длинная этот эту шейку но вот что классно у меня есть вот такая фигня это можно цеплять удлинитель удлинитель этой шейки или она наверно как по-русски на расцепка называется эта фигня ну короче у нас называется флэп бокс то есть сюда цепляется такая вот такой же примерно кусок до сюда цепляется и когда он тебе не нужен он сидит здесь а когда нужен ты его опускаешь сюда и тогда у тебя вытаскиваешь вот эту вот эту эту фигню вытаскиваешь перекидываешь на новую в новую дырку и тогда у тебя вот этот радиус поворота намного увеличится но как у меня это за это надо платить деньги когда берешь трейлер с такой опцией это конечно стоит дополнительно деньги поскольку им тут надо все усиливать надо специально приваривать и тут есть и фигни ушки да и размер всего один так сейчас найду я могу добавить вот это флейбокс удлинитель всего 23 дюйма или 58 сантиметров длиной вот он где-то такой будет да вот всего 58 сантиметров но тогда я могу уже что-то серьезно делать я могу дальше двигать сюда если у меня более длинный грузовик вот у меня этот у меня маленький спальник и он кажется что очень много места между спальником и осями у меня всего колесная база 244 дюйма это я уже не считала короче 244 умножайте на 2 и на сколько на 2 54 это будет сантиметр а вот если я хочу взять следующий грузовик с более с более длинной колесной базы да тогда конечно надо будет покупать этот вот эту удлинилку но она блин стоит 4 штуки баксов американских ну и тут у меня вот этот это шейка у меня где отцепляется дают вот это все снимаешь вот так вот делаю раз все это уже это уже открыто это здесь вот этот рычаг такой ну короче такая массивная металлическая фигня там ходит вот вот здесь там это ушко такое да а это вот железяка металлическая на как бы через него прям проходит из его закрепляет ну да и мои такие два рычага я там у себя включая в кабинета power take off 5 и включаю специальную кнопочку выжимая сцепление и все потом эти рычаги вот этот опускает и поднимает саму грустная к шейку а этот управляет вот этими делами то есть опорой я это опора пуская сюда прямо то есть нас только так сделать что нельзя чтобы угол то есть грузовик должен быть обязательно стоять ровно в отношении к трейлеру иначе вот эти вот штуки не попадает сюда и тогда возникает проблема один раз я не заметил это все шейка прямо туда упала блин то есть это было целый концерт ну и все то есть вот я говорю стандартный 102 дюйма но у меня такой специализированный трейлер у меня называется dropside rail то есть у меня с бока у меня ниже чем центр это вот для обычных грузов это не очень хорошо поскольку скажем я не могу брать маленькие машины там маленькие бульдозеры потому что у них расстояние между этими tracks между гусеницами меньше чем здесь 45 дюймов но для большой техники типа как для этого экскаватора весом 80 тысяч фунтов это очень полезно и у меня вот эти куча этих колец визите где rings для завязки вот если это фигня до сюда доски ставишь вот я сейчас кстати поскольку этот довольно широкий я для безопасности взял такие вот эти доски кинул сюда доски такие впереди в начале под гусеницы она помогает стабильности и так далее так вот да чем хорош этот вот этот дизайн такой когда стороны ниже этот dropside rail здесь у меня где-то 9 дюймов хорошо тем что видите у меня еще как сделано опущен от эти вот эти cross members эти железяки которые укрепляют раму они опущены я могу сюда этот бум опустить очень низко и из-за этого меня получается стандартная высота то есть у меня там ничего конечно пришлось наверх залазить и резинками цеплять вот эти шланги черные там такие вот шланги если их не притянуть они выступают наверх и тогда нехорошо а вот вот трейлер стандартно да это 13 футов 6 дюймов высота у нас стандартная то есть это где-то 4 метра по моему 10 сантиметров так вот благодаря моему дизайну трейлера у меня высота стандартная у меня только ширина сейчас я я шире чем положено потом у меня везде эти флаги висят там знаки впереди сзади лампочки горят когда едут то есть вот такой трейлер очень хорош для больших машин да вот он спрашивал длина рабочей площадки какая у нас это называется уэл то есть как колодец уэл вот это вот место да как бы вот куда ты можешь конкретно грузить грузить сейчас подожди я тут где-то записывал о у меня 26 26 футов 26 футов это вот по-русски это 7 целых и 92 метра то есть почти 8 метров это у нас считается стандартной для такого трейлера мой трейлер это 55 тонн у него ну вот оси да он спрашивал про колеса нет колеса не поворачиваются три оси здесь у нас 60 дюймов расстояние умножаем на 2 и 2 это сантиметры это дает дает но больше разрешает тебе веса возить это вот моя так я регулирую высоту у меня пять позиций здесь участка неная позиция 4 поскольку я бы ниже сделал но я так у меня уже легальная высота то есть не надо ниже из-за того что мне пришлось опустить ось эту то есть она мне не надо это вот сейчас вот она флэп флэп аксел да вот то что называется она когда она не нужна она сидит там я притягиваю цепью она к сожалению было мешалось вот а сидит вот эта вот вещь сидит здесь буду даже еще след остался да так короче она когда была так вот перекинута она мешалась этой этому буму это я руке экскаватора нельзя было и опустить как как ну как низко вот как сейчас поэтому нам пришлось меня собрали 75 баксов пришлось мне и опустить и она сидит вот она держится на этих двух верху два таких больших пин да и здесь и внизу с каждой стороны и потом цепляешь цепляешь эти шланги воздух электрика если полный вперед я даже могу и опять я могу его поднять это у меня подъем я могу включить здесь огонечки и что интересно это вот штука это вот ось да она по закону но с точки зрения полиции она считается как независимое транспортное средство она считается как трейлер потому что у нее есть своя свой номерной знак у нее есть свой серийный номер представляете то есть у меня тоже когда она опускается я уже как бы еду не под этим номером на трейлере а под этим то есть такая интересная система но такая аппаратура вот так здесь кстати не очень многие люди пользуются вот такими осями потому что где я живу в онтарио да в канаде это нормально дают полный вес такой же как на эти 8 но если где-то въезжаешь в америку часто они не дают полный вес на это дело то есть они вот именно любят когда у тебя такая это не fly excel а когда у тебя то что называется стыня а стыня это такая железяка длиной где-то в три метра как бы ты выводишь эти оси вот эта ось у тебя здесь будет и у нее колеса поворачиваются вот это сейчас как бы современное такое то есть да в современном современный дизайн они любят когда эти оси поворачиваются потому что иначе здесь у тебя 4 оси прямо подряд то есть как бы на эту на последнюю тяжело передать вес правильно потому что она слишком далеко от от груза и но и по любому они хотят чтобы да для защиты дорог они хотят чтобы эти оси поворачивать поворачивается туда последняя ось здесь для тяжелых грузов даже делают 2 двойную этот стыня или он еще называется booster то есть вот он выводится и по закону должно быть по моему там что-то 10 футов короче как три метра а у меня я говорю я в онтарио да но эти вот эти оси эти вот эти stingers которые с этой со здоровенной 10 футов они очень дорогие вот это вот эта ось вот это вот железяка я взял ее новое специально под мою триллер вот это вот часть вот эта часть это рама со своими мешками четыре колеса я поставил все алюминиевое здесь тут у меня еще он железная даже на на трейлере но так такое его взял он такой стоял уже на площадке у дилера я делал под заказ так вот эта часть стоит 22000 канадских долларов вот эта часть 22000 вот это стоит 92000 канадских долларов для сравнения мой ford mustang который я взял недавно стоит 25000 канадских долларов это я к тому говорю что эти вот stingers которые с выносной рукой они еще дороже это там один по моему что-то стоит с одной осью вот четыре колеса он что-то стоит тысяч сорок короче безумные цены а поскольку я нахожусь в онтарио в канаде у нас это принимается вот эта ось как бы и по барабану четырехосные трейлеры видишь на на каждом углу и в канаде скажем стандартное разрешение которое мне дают мой максимальный этот growth weight да общий вес максимальный груз и трейлер и грузовик это канаде в килограммах 63 500 63 тонны 500 килограмм то есть это довольно же серьезно но это вот для такого экскаватора например да но когда у меня есть вот эта ось я могу помимо этого разрешения которое годично мне разрешение которым не дает мне дает 63 500 по онтарио только по онтарио с этой осью я могу взять специальное разрешение то за него надо еще платить годично как бы за нее планишь один раз и она действует целый год очень удобно но если я хочу взять блин ветер я не знаю куда поворачиваться я знаю что это моя камера она не любит когда ветер сбивается звук так вот с такой осью я могу взять специальное разрешение и мне дается 71 тонн общий вес то есть 63 500 возрастает до 71 1000 килограмм или 72 тонны то есть поэтому тут в антаре у нас я говорю такие трейлеры вот с таким такого стандарта они их видно их видишь сплошь и рядом 71 тысячи килограмм это я уже могу здоровенный экскаватор взять здоровенный бульдозер то есть это уже серьезно это уже практически максимум который мой трейлер может взять и кстати вот для сравнения вот они здесь объясняют того вот про это я говорю короче вот стандартный трейлер до рейтинг 55 тонн в 12 футов очень сильно вот мой теперь сзади это флэп бакс флэп аксел да все равно 55 то 12 футов то есть он может взять дофига веса а если ты вместо флэп аксел цепляешь вот такую фигню вот это вот которая горел от стене да с выводом с выносом у тебя рейтинг сразу падает уже не в 12 футок 55 тонн а в 16 так и дальше можно взять вот вот впереди показано это флэп бакс цепляется ведь и удлинина это сам вот это 23 дюйма цепляется это 58 сантиметров и сзади вот это и рейтинг тот же самый 55 тонн но опять-таки в 16 футов понимаете вот это вот фонтейн такой мой считается очень хороший трейлер очень дорогой но у меня был до этого простенький такой был сделал в домашних условиях это был кауфман то был два раза дешевле но качество было намного хуже и он трещина была сразу в первые три месяца возле колес хотя вроде не перегружал ничего и он тяжелый был тяжелый и высокий а этот легкий низкий очень прочный очень хороший трейлер я им очень доволен просто вот иногда я да иногда я теряю грузы из-за этого вот слишком поднятый центр вот скажем даже какой-то там пикапчик да иногда даже тебе там дают там пару штук баксов говорят перевези просто куда там маленькую машинку наш какой-то маленький там доджерем там я не могу с этим трейлером потому что во первых высота если что-то загонять сюда наша высота была выше чем вот это да то есть там под осями там у машины но просвет дорожный чтобы и плюс здесь вот надо чтоб колеса или эти самые гусеницы были шире чем мой центр так что такие дела ну как говорится не нету идеального трейлера не существует как будто что у меня получилось тема работы а я все хотел подсчитать значит 80000 фунтов делим на 2 и 2 36 36 300 36 тонн 363 килограмма вот это вот это дура весит на view а это кстати очень популярная марка здесь это линк бэлт это название экскаватора все показать вам внутри мужики ну наверное такие уже видели там у вас такие же они все одинаковые этот собран в японии вот он собран в японии и пришел на корабле порт балтимор в мариланде все новенькая ну вот две педали это просто подпорки подруг под под ноги это сказать под руки педали да то есть педали можно управлять это кто опытный да я когда гружу сам я здесь все управляю так и вот у тебя право это управляет бумом вот и стрелой левая ковшом и поворачиваешь это точно вот это у нас вся эта фигня эта кабина называется house дом поворачиваешь этот дом кабину здесь все запускается тут всякие дела там радио туда-сюда такой комфортный комфортный аппаратик конечно когда они новые это всегда очень интерес вот так мы работаем так мы перевозим такие гружи и сейчас у меня мой общий вес то что за за гроус гросс уэйт у меня сейчас почти 128 тысяч фунтов раз моментик играешь привык тут вырос килограммами на когда вот приехал в канаду здесь все фунтах все в дюймах и футах значит 128 ну это довольно просто 128 делим на 2 и 2 о 58 100 короче вот эта штука весит 58 тонн и почти 200 килограмм стрела здесь массивно это полка это опция то есть как бы но не стандартно это мне мужик который меня грузил показывал вид видишь горит какой здесь массивная вот это вот все вот это вот часть сталь горит смотри какая здесь она здоровенная поэтому вот мой трейлер был как бы идеальный для такой машины поскольку такую стрелу спрятать вот так вот низко довольно непросто то есть если вот такой экскаваторщик который вроде бы кажется не очень здоровый да так вот ведешь рядом с ним под подумаешь там к эта фигня да если его погрузить на обычный на обычный трейлер которого ровный пол что эта проблема это нужно это будет объезды то есть да я даю тебе дадут этот память это разрешение дадут это в каждом штате делать дадут но будет очень много объезда то есть то что за дитюр объезд вот как бы деньги за длинное видео нужно батарейку не подзаряжал это я пишу панасоник у меня панасоник сейчас же будем заканчивать так чего я говорил то а да короче высокий трейлер вот это у меня этот кауфман который до этого был дешевый такой home made сделали дома короче да почти краска была хреновая у него после трех месяцев и начало уже прямо сыпаться облетать так вот тот был два фута даже груженый от земли до платформы два фута то есть это это сколько давать 60 сантиметров то есть очень высокой высокий прямо по колено и вот скажем вот такой даже экскаватор но с этой со здоровой стрелой у меня были проблемы то есть я помню там пересекал границу где-то там бафаловый за из канады в бафалов нью-йорк город бафалов а там не много таких низких мостов блин этом гоняли прямо как сидорово коза то есть такие вот объезды надо делать то есть очень неудобно и опасно поэтому вот у нас такие трейлеры как бы их не так уж много поскольку люди очень многие идут просто как бы для универсальности да берут вот кто такие независимые типа меня они берут просто трейлер которого это flat deck плоская площадка а меня что-то мне нравится именно вот возить мне нравится как бы у меня мой любимый груз это колесная техника колесная густричная техника вот я вот люблю это мои вот вот то что сейчас у меня это вот то что с чем я люблю работать это экскаваторы это большие бульдозеры это большие вот эти уилл лоудер называется уилл лоуда то есть здоровенные такие погрузчики типа там есть такие volvo cat там john deere то есть мне нравится для меня такой трейлер самый класс как бы вот я не люблю делать такие коробки там большие эти крейтс там которые делают вот здесь и деньги хорошие платят и как бы ты себя чувствуешь человеком поскольку у тебя какое-то специальное оборудование тебе дают какой-то специальный груз то есть как ты себя хорошо чувствуешь ты куда не просто вася нам как говорил этот высоцкий вышел погулять и ты серьезно ты серьезный оператор понимаете так вот для для нас вот такой трейлер еще раз я говорю но он называется drop side rail из-за того что rail то есть рельса как бы у него опущена сбоку у меня сбоку там что-то по 14 половиной или 15 дюймов высота то есть очень классно но такой вот рассказ извините за длина ту разговорился там вспомнил детство перемешку английские слова русские но такой вот быстрый взгляд на груз на грузовик на трейлер да еще скажу что забыл сказать что про мотор мотор у меня маленький 13 литров всего но стоит крутящий момент у него такой специально для тяжелых перевозок у нас насчитаю у нас все это исчисляется в фунтах на фунтах на паунт на фут у него 1860 лб паунт 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 то есть это довольно серьезная такая у него крутящий момент и коробка у меня стоит 18 ручная вот и дальше ничего такого специального нету рама обычная одиночная не сдвоенная как многие делают из-за этого грузовик достаточно легкий и вот это вот подъемная ось с гидравликой и плюс да вот последний вот эта кнопочка которым не запускают это питье у то есть это полотейков гидравлика вот я выжимаю сцепление когда двигатель работы выжимая сцепление нажимаю эту кнопку у меня загорается здесь три буквы пить и оу то есть полотейков и дальше я включаю круиз-контроль вожу где-то делаю ставлю оборота 800 и вот на 800 это для него оптимальная работа и оптимальные обороты я уже иду и могу управлять трейлером подымать его пускать отцеплять это гусеник шейку то есть я оставляю шейку на грузовике да и просто грузовик с этой шейки прямо сзади там эти опорные эти руки опускаю и грузовик просто кроме сторону отвожу чтобы скажем погрузить там этот бульдозер экскаватор и потом обратно зацепляюсь единственно что с ним нельзя ехать вот когда скажем перед тем включаешь передачу надо этот гидравлику отключить иначе там начинают всякие нехорошие звуки короче можно повредить там это сцепление просто опять-таки выжимаешь сцепление кнопочку нажимаешь и полный вперед так что такие дела вот такие такая такой маленький урок про то как мы делаем о тяжелой перевозке в канаде спасибо что посмотрели учите английский и тогда сможете смотреть все мои видео на главном канале где немножко более меньше болтовни но больше больше динамики удачи